Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Грачева Ирина Вячеславовна, педагог детского научного клуба ДНК Дворца творчества детей и молодежи Преображенский. Благодарю вас за интерес к теме моего сегодняшнего выступления и план нашей встречи следующий. Сейчас, одну секундочку. Итак, план нашей встречи. Вначале я кратко расскажу о программах нашего детского объединения, затем поделюсь с вами конкретными примерами использования методов проектно-исследовательской деятельности на занятиях. Это мини-проекты. И расскажу также о выполнении достаточно длительных проектов. Это вот большие проекты, они тут обозначены. И далее немного расскажу о примерах, так сказать, непрофильных проектах, где ребята проявляли себя не совсем в обычных для научного клуба видах деятельности. И далее можно в чате по ходу встречи задавать вопросы, на которые я в конце постараюсь ответить. Сразу бы хотела договориться о терминах, поскольку существует некая неопределенность в использовании понятий проект и исследование, и имеется тенденция противопоставлять эти два вида деятельности. Проект определяется как нечто созидательное, изменяющее окружающий мир, в то время как исследованию отводится роль только познания этого мира. Однако мне, как человеку, работавшему в области прикладной науки, не приходилось, честно говоря, видеть ни одного проектного продукта, созданию которого не предшествовало бы более или менее длительное исследование. И, как убеждает нас история, львиная доля исследований была обусловлена жизненными потребностями человека, то есть той самой необходимостью изменить окружающий мир. Да, и в классификации учебных проектов существует особый вид исследовательский проект, который также, как и другие виды проектов, имеет свой продукт. Поэтому позвольте мне здесь не проводить четкой границы между проектом и исследованием, а сориентироваться на наиболее общие их особенности. Учебный процесс в детском научном клубе строится на основе ряда последовательных программ, разработанных для детей от 6-8 и до 15-17 лет, объединенных единой методологией. Для младших школьников это трехлетняя программа истории вещей, посвященная объектам материальной культуры. Дальше для ребят постарше программа убедительные опыты. Она занимает два года и дает знания, пропедевтические знания в области физики. И для самых старших предлагаются программы «Тайны веществ» и «Удивительная химия» общей длительностью три года, знакомящиеся с основами химической науки. И, кроме того, самые маленькие наши ребята, дошкольники, посещающие студию раннего развития «Гармония», занимаются по программе «Ознакомление с окружающим миром», которая разработана и осуществляется педагогами детского научного клуба. И она знакомит малышей с живой и неживой природой. Таким образом, ребенок может заниматься у нас в клубе в течение семи лет, а если считать дошкольный этап, то и десяти лет. Конечно, присоединиться можно на любом этапе. Программа модульная, и она это подразумевает. Как известно, проектный метод изначально предполагал использование окружающей жизни как лаборатории, в которой происходит процесс познания. И вот в соответствии с этим знания, приобретаемые детьми на наших занятиях, связаны со знакомыми им предметами, явлениями, веществами. Уже в начале изучения курса «История вещей» ребята сами самостоятельно составляют список тех предметов, с которыми они хотели бы познакомиться. И программа «Удивительные опыты» предусматривает составление детьми списка интересующих их природных явлений. Также и курс «Тайны веществ» начинает составление самими детьми списка веществ для изучения. Вопроса о согласовании этих списков с программой обычно не возникает, потому что, как показывает практика, из года в год основные предметы, вещества, предлагаемые детьми, повторяются. В крайнем случае, для того, чтобы включить в список все то, что нужно по программе, можно использовать какие-то приемы, например, разложить в кабинете предметы-подсказки. И в результате зато у детей создается полная уверенность в том, что они сами решают, что им интересно изучать. А собственный интерес ребенка как раз и является отправной точкой учебной проектной деятельности. И далее изучение каждой темы предполагает прохождение в течение занятий или нескольких занятий почти всех основных этапов проектно-исследовательской работы. Это и обсуждение проекта для выявления каких-то интересующих вопросов, интересующих ребят именно вопросов, работа с информацией, планирование, далее, конечно, практическая часть, обсуждение результатов и какие-то выводы, подведение итогов. И фактически каждое занятие – это мини-проект. Роль педагога в этом случае сводится к организации этапов работы. И покажу вам это на конкретных примерах. Итак, курс «Тайны веществ», первый год обучения, тема «Мыло». Вначале вместе с детьми мы составляем таблицу, которая состоит из двух колонок, что мы знаем и что узнали нового, и в результате коллективного обсуждения заполняется ее левая часть сведениями, которые до начала изучения темы уже детям известны. При этом записываются все сведения в таблицу, независимо от того, правильны они или нет, потому что это предстоит нам выяснить в дальнейшем. Если какие-то вопросы у нас возникают в ходе обсуждения, то мы помечаем знаком вопрос то, что вызвало какие-то сомнения. И далее, после этого следует этап работы с информацией. В общем-то, поскольку самостоятельный сбор информации в рамках занятия трудно осуществим, то вот этот материал готовится педагогам, представляет собой текст. Ну вот в данном случае он касается истории изобретения использования мыла. И коллективное чтение текста как раз очень важный этап, так как помимо исторических сведений из него можно почерпнуть информацию о способе изготовления мыла и о свойствах исходных веществ. Но эта информация дается в тексте не в готовом виде, а дети должны еще ее там отыскать. А если вдруг этого не происходит, то педагог задает наводящие вопросы. Например, как вы думаете, почему мы изучаем тему мыла после темы жиры и масла? Предполагается, что дети ответят, что как раз мыло производят из жиров. Или каким общим свойством обладают вещества, действующие на жир для получения мыла? К этому моменту дети уже знакомы с содой, поташом, щелчью, имеют представление о среде раствора и, соответственно, могут отыскать эту информацию в тексте. Что еще важно? Важно, чтобы педагог отследил, чтобы все незнакомые слова, которые детям встретятся в тексте, а они сознательно оттуда не убираются, чтобы дети стремились прояснить смысл этих незнакомых слов, потому что это важный навык для дальнейшей самостоятельной работы с текстами, с любой информацией. Дальше, после того, как мы прочитали текст, в правую часть таблицы вносим те сведения, которые они с химической точки зрения почерпнули из этого текста. И окончательно эта таблица будет заполнена после того, как эта тема будет полностью изучена. И далее у нас наступает этап планирования работы, и это может быть разным способом осуществлено, но вот мы делаем, например, путем совместного обсуждения с ребятами, то есть это продукт такого коллективного творчества, детского. Педагог участвует, опять же, как организатор этого процесса. И вот можно посмотреть, как это происходит, кусочек. Значит, что мы будем делать? Давайте, ваше предложение. Что интересно посмотреть? Растворять в разных веществах. Каких? Ну, там, например, в которых мы пытались растворить соль, соду. Ну, а в каких? Масло. Спирт, периксидорода. Да. Спирт, периксидорода. А какое мыло мы собираемся там растворить-то? Наверное, твердое. Такое, скорее всего, жидкое, потому что твердое растворить как-то странно. Уксус. Если растворять твердое мыло, то его можно потереть и размешать с жидкостью. Если оно растворится как соль, то значит растворяется. Хорошо. Так, дальше. Мы можем проверить, как мыло отстирывает разные вещества. Допустим, чернила или масло. Это же разные, они по своим свойствам разные. Как мыло будет отстирать каждое из этого всего? Попробовать отстирать какое-то пятно с помощью только мыла, а потом с применением еще помимо мыла и воды. То есть, мне кажется, само мыло, ну, в таком твердом виде, оно мало что сделать без воды. Вот в результате такого обсуждения у нас получается план, который мы записываем, и дальше дети руководствуются им в своей работе. И далее дети как раз работают по плану. И вот в практической части мы обсуждаем перед началом работы какие-то вопросы техники безопасности. И дальше для выполнения работы дети могут пользоваться тем оборудованием и реактивами, которые у них находятся на столах, причем они сами решают, что им для этого понадобится, и приступают к работе. Ну, и что? Да, нам же на все пока на все. А, ну, давай на все. Это два минуты? Да что тут так много? У нас много, мне не хватит. А, у вас там куда-то уедет? Ну да, куда еще? А, это вот такой... Следующий, подожди, а это что? А, это на все. Только что нам хватит. Ну, это вода. Ну да, что-то снили, что-то не думаешь. А, ну да, вода. Спирт и чего? Так, мне уксус. Так, ну в этом смешалось? Ой, цифр. Спиртик мешал, когда ты смешалась, и у меня кусается. Ну вот, это вот. Тут уксус закончился. А, нет, 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 нет. А, мы это мешали вообще? Да. Точно? Да? Ну вот, как видите, дети работают самостоятельно, по плану, и роль педагога тут сводится к каким-то организационным моментам, мелкой помощи. Далее, если работа проходила вот так вот в отдельных группах, то, собственно говоря, результаты, потом мы обсуждаем результаты. Если вместе работали, значит, вместе обсуждаем. Можно провести планирование в отдельных мини-группах, и тогда будет обсуждение в виде такой мини-конференции. Каждая группа будет рассказывать о том, как она работала по своему собственному плану. И, в общем-то, некоторые исследования, естественно, выполняются педагогам. Это те опыты, которые связаны с повышенными требованиями к технике безопасности. Вот в этой теме это получение мыла из растительного жира и щелочья. И дети при этом наблюдают весь процесс, записывают все изменения, которые они видят. Ну и, естественно, результаты своей собственной работы они тоже фиксируют у себя в тетрадях. И таким образом у них есть то, что можно потом будет обсуждать. До свидания, Александр Сергеевич. Далее. В ходе обсуждения, если возникают какие-то новые вопросы, то тоже мы о них говорим. И причем вот то, что нужно на этом этапе, может быть инициировано педагогом. Потому что иногда что-то нужно обсудить особо. Вот в этой теме это, например, разговор о двойственной природе мыла. Вернее, даже не о самой двойственной природе, а о природе моющей способности. А дети в ходе обсуждения, как правило, приходят к выводам о вот этой двойственности. И дальше мы подтверждаем правильность этого просмотра тематического видеоролика. И таким образом подводим какие-то итоги. Распределяется в воде, получается. Можно посмотреть обсуждения. Так, ребят, у вас такая же была история? И пенка, как раз так. Так, хорошо. В буксине не растворяется, в спирте не растворяется. В масле осадок был посередине. А сейчас? А сейчас? Хорошо. Ребят, у вас какие-то другие наблюдения? Все то же самое. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот у вас и в воде бы получилась такая же история? Да. И ваши выводы тоже такие, чтобы в воде это растворяется? Мне кажется, оно просто не до растворилось. Это можно назвать растворением? Я думаю, можно назвать растворением. То есть, вы сказали, что здесь просто не размешалось, то есть, слишком много мыла добавили для того, чтобы это успело все хорошо раствориться. Так? Да. Как можно проверить, что это такое? Можно взять такое количество и размешать. То есть, там оно не растворилось, а оно смешалось. Как внешний вид, какой у нас, когда растворяется что-то, действительно растворяется, истинный раствор? Растворяется немного. Какой? Прозрачный. А, он должен быть прозрачный, а здесь не прозрачный. Ну, вот видите, таким образом у нас в обсуждении рождается истина. Вот. И далее то, что мы получили, наши результаты заносим в правую часть таблицы. Все, что мы узнали в своих исследованиях. И при необходимости левая сторона тоже корректируется. Если что-то было неправильно, это вычеркивается. Вопросы, на которые мы ответили, тоже, если утверждение было верным, мы знак вопроса вычеркиваем. Ну, вот таким образом у нас формируется таблица результатов. Ну, поскольку главная цель вот такой деятельности, она все-таки учебная, то завершается такая работа таким контрольно-рефлексивным этапом. Детям предлагается проверить полученные знания, выполнив задания и дальше самостоятельно оценив результаты, пользуясь листом с правильными ответами. Выполняя задания, дети могут пользоваться всеми своими материалами, информацией из текста, записями в тетради, то есть всем, что они добыли и структурировали сами. При этом детям поясняется, что цель такой самопроверки состоит в том, чтобы каждый мог увидеть эффективность собственной работы. Если их не устроил результат, то подумать, что нужно сделать, чтобы его улучшить. Быть более внимательным при обсуждении, активнее участвовать, не стесняться прояснять непонятные места какие-то. Максимально подробно фиксировать наблюдения свои, какие-то выводы. Вот формы заданий, они тоже могут быть различными, но вот если используется привычная для детей тестовая форма, то тесты составляются так, чтобы максимально стимулировать детей думать. Дети знают, что в тестах наших число правильных ответов совершенно неопределенное. То есть если даются четыре варианта, то правильными может оказаться один, два, три или все четыре. И угадать невозможно и бессмысленно на самом деле, потому что целью является не получение отметки за это, а самоконтроль. И в итоге такие работы детьми встречаются, в общем-то, с удовольствием. Особенно когда в них включены какие-то задания из жизни и те задания, для которых такие жизненные ситуации, где можно применить полученные на занятиях знания. Вот пример такого теста с многочисленным количеством ответов. И вот здесь есть задачка про химика Васю, как он посадил пятно на футболку от варенья и стирал ее. Вот пример такой работы. Ну вот, хотя я раньше сказала, что к нашим занятиям можно на любом этапе присоединиться, но все-таки замысел такой общей работы в нашем клубе, он состоит в том, чтобы дети постепенно овладевали культурой проектной работы, культурой исследовательской работы и приобретали необходимые навыки во все более усложняющихся видах деятельности. И на первых порах, конечно, для детей важен какой-то осязаемый результат. Ну вот, например, сделанная своими руками модель песочных часов или водяных часов, модель типи индейского жилища, либо калейдоскоп, перископ они у нас делают. Однако ни одна из этих вещей не делается без предварительного обсуждения причин ее необходимости человеку и без знакомства с принципом действия. И часто это происходит путем собственного переоткрытия и переизобретения этой вещи. И также вот зримый результат собственной работы ребенка – это папки с текстами, выполненными заданиями, образцами изготовленными. Вот примеры тут мы видим. И пускай все это субъективную ценность имеет, но в ходе такой учебной работы развиваются вполне объективные умения, необходимые в жизни. Это и способность работать с информацией, и понимание необходимости такой работы, критическое мышление, умение планировать свою деятельность для получения конкретного результата. И кроме использования проектной технологии на наших занятиях, ребята в нашем клубе выполняют также и такие долгосрочные проектно-исследовательские работы, которые я тут обозначила как большие проекты. Традиционно это коллективные работы в группах от трех до восьми человек. Выполняются они в течение разного времени. Младшие выполняют какие-то более простые краткосрочные проекты, а у старших работа может продолжаться фактически в течение всего учебного года. И если у маленьких это, как правило, какие-то проекты, связанные с темами занятий, но только они расширяют и углубляют этот материал, то старшим более интересны какие-то темы, которые новые, не связанные уже с темами занятий. И вот выбор темы – это как раз очень такой важный и, наверное, один из самых трудных моментов, так как от него зависит дальнейший интерес детей. И вот почему он самый сложный? Потому что дети в лучшем случае могут обозначить только область своего интереса, и задача педагога – помочь им определиться с проблемой и с тем вопросом или вопросами, которые предстоит решить в ходе работы. Часто помогает тот же самый прием, обобщение уже имеющихся знаний у детей о предмете исследования. И вот в результате тема даже часто видоизменяется после обсуждения. Пример. Ну вот одна из групп у нас, например, выбрала тему о пользе мороженого. И надо сказать, что вообще вся пищевая тематика пользуется особой популярностью у детей. Но вот в ходе обсуждения мы выяснили, что какие-то практические эксперименты, доказывающие вред или пользу мороженого, нам, в общем-то, затруднительно будет провести. Но во время обсуждения кто-то из детей сказал, что невозможно сделать мороженое дома, потому что оно имеет очень сложный состав. И возникла дискуссия, в ходе которой было решено как раз проверить, возможно ли изготовить мороженое самостоятельно, без пищевых добавок, какими способами это можно сделать, чем это мороженое будет отличаться от магазинного. И таким образом вот родился как раз наш проект «Мороженое без пищевых добавок», который в дальнейшем и был с большим энтузиазмом воплощен в жизнь. И вот как-то от трудности выбора позади начинается уже стандартный процесс работы над проектом, планирование сбора информации, практическая работа, подготовка к презентации проекта. Вот какова роль педагога в этом процессе, который по замыслу должен детьми осуществляться самостоятельно? Конечно, полной самостоятельности детей не получится здесь из-за еще таких не очень развитых навыков самоорганизации, но вставать в позицию руководства такого сверху тоже, я считаю, неверно. И что нам остается? Остается, собственно говоря, стать одним из команды, пусть старшим, но их товарищем, сотрудником. И вот из этой позиции какие-то собственные идеи педагога по развитию работы выглядят как общие. И они присваиваются детьми. Те с уверенностью говорят, мы сделали, мы придумали. И это так и есть. Конечно, для этого тема должна и самому педагогу тоже быть интересна. Поэтому тематика наших работ, она вообще из года в год не повторяется. Но вот в этом сложном году такое искушение появилось, чтобы облегчить себе жизнь. Я решила повторить один из наших проектов по природным красителям, но уже с другими детьми. Но в итоге ничего не вышло. И дети сами внесли свои коррективы. И мне, в общем-то, скучно стало. И в итоге наполнение совершенно изменилось. И вот работа, наконец, у нас выполнена. И предстоит ее презентация. Об этом этапе хотелось бы особо рассказать. Наши проекты мы готовим к главному событию, ежегодно проводящемуся у нас во дворце, фестивалю День науки. Это фестиваль, городской конкурс коллективных исследовательских проектных работ по естественно-научной направленности. И заключительный этап его как раз и проводится у нас во дворце. И проводится он не в формате стандартной конференции, а в формате интерактивной выставки. Все команды, участвующие в конкурсе, получают свою площадку на территории дворца, оформляют ее в соответствии с тематикой работы. На своей площадке команда работает на протяжении двух часов. За это время ее посещают многочисленные гости, дети, взрослые, которых мы приглашаем заранее. И обязательно условия для каждой команды не только увлекательно рассказать о своей работе, но и дать возможность гостям как-то практически поучаствовать, провести опыты, поработать с моделями, ответить на вопросы викторин и так далее. На одной из площадок у нас даже растения пересаживали, причем дальше забирали гости с собой пересаженные вот эти вот цветы. Вообще дети любят что-то вынести не только впечатление, но что-то материальное. Поэтому на каждой площадке за работу они получают тематические наклейки, которые собирают специальные буклеты. Ну а как же происходит оценка работы экспертами? Эксперты посещают площадки последовательно в строго оговоренное время. И происходит защита работы фактически с оценкой не только доклада и ответов на вопросы экспертов, но и самого проектного продукта, который эксперты могут фактически потрогать руками. И вот такая форма представления результатов позволяет, во-первых, обстановку сделать менее формальной, практически праздничной. И участники не дожидают своего выступления, а постоянно работают с гостями. И поскольку они точно знают, когда придет жюри, то в остальное время они могут договориться друг с другом и посмотреть другие работы, другие площадки, что тоже является большим плюсом. Это возможно, потому что работы у нас, как я говорила, коллективные, вот трех до восьми человек. Во-вторых, ребята имеют возможность рассказать о своей работе не только взрослым, но и детям, и младше себя, и ровесникам, и даже более старшим детям. И это не только дает опыт коммуникации, но и повышает самооценку ребенка, позволяет ему получить в любом случае положительные эмоции, независимо от места, которое потом работа займет. Ну, надо сказать, что эксперты у нас достаточно щедрые, и без наград, как правило, они никого не оставляют. И, кроме того, такая обстановка, конечно, позволяет и самым стеснительным детям приобрести опыт публичных выступлений. Гостей много, с ними каждому приходится работать, и ребенок работает не в одиночку, а чувствуя поддержку всей команды. В таком конкурсе у нас обычно участвуют в последнем его этапе где-то 30-35 команд из разных образовательных учреждений Москвы. И вот предлагаю вашему вниманию небольшой видеофрагмент фестиваля. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я закончил заниматься в детском научном клубе достаточно давно Я прошел все программы в рамках этого курса Но самыми важными для меня оказались последние три года, когда мы занимались химией И на этих занятиях я понял, что это та область, с которой я хочу связать свою жизнь. И вот я студент в Институте биологии и химии, будущий педагог. Я хоть и не связала свою жизнь ни с биологией, ни с химией, ни с физикой, но занятия в детском научном клубе помогли мне понять, что ошибаться не страшно, а узнавать что-то самостоятельно не так уж сложно. Это очень помогает мне теперь в учебе и саморазвитии. Ну вот, уважаемые коллеги, вы видели, собственно говоря, выступление уже повзрослевших наших актеров, исполнителей главных ролей в нашем спектакле. И, собственно, на этом разрешите мне завершить. Я благодарю всех за внимание. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!